Давайте рассматривать общий случай, когда наибольший общитель равен d, и мы сведем его в частном случае, только тут есть одна неприятность. Давайте наибольший общитель сняться с, пока мы его еще нигде не используем, потому что d фигурирует в обозначении интеграмма, и сейчас будет d, 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 y какие-нибудь обозначения. Давайте обозначим на c, и рассмотрим наш интеграл, интеграл от 0,1, ρ, от b, x, dx, только у нас уже а и б взаимно непростые, а нам хочется, чтобы они были взаимно просто. Пишем, когда a равняется a1c, b равняется b1c, a1b, взаимно просто, и просто на наш интеграл будет равняться интеграл, которая объединится, ρ от a1b, cx, ρ от b1cx. x, dx, делаем замену y равняется cx, значит, если мы так будем, сделаем замену, у нас а и б, значит, сейчас x, значит, y равняется, когда x меняется от 0 до 1, от 0 до 1, то есть у меня будет, да, то есть это будет интеграл от 0 до 1c, ρ а1y, ρ b1y, значит, dx, что такое dx? dx, dx, значит, dx равняется c, dx, dx, значит, dx, значит, dx на c, да, значит, dx, и 1c получилась, да. Под аргументом в функции целочистотратная y, поэтому это все периодически с периодами единицы, поэтому интеграл от 0 до 1, цель будет равняться цель, интеграл от 0 до 1, ρ от a1y, ρ от b1y, dy, а здесь у нас еще вылезло цель. Поэтому, что же у нас получилось? Цель за единицей сократилась, получилась единица, а про первую штуку, а1b, это просто. Мы уже доказали, что есть 1а1b1, да, 12 и все. Ну, и что же получается? Ну, хорошо, значит, что такое а1? Это а1, это а разделить на c, правильно? А1, а разделить на c, поэтому у нас в числителе будет 1, 12а разделить на c, b разделить на c, то есть c квадрат 12аb. Ну, и в формулировке нам нужно исправить еще одну отпечатку, то есть добавить сюда кистотратную. Понимаете, когда не больше общения равняться единица, там 1 и есть какие-то квадраты, а тут надо все-таки добавить на раковину.